Эпоха средневековья Чтобы понять, почувствовать и мысленно перенестись, например, в XIII век, время основания Великого княжества Литовского, не хватает главного – музыки. Вот из этого желания лучше узнать свою историю и появилась группа Старый Ольса. Идейный вдохновитель и бессменный лидер группы Дмитрий, он же Змитер Сосновский, историк и автор книг по средневековой белорусской культуре. Первое выступление он организовывал на археологических раскопках в Полоске. Тогда стиль группы еще только формировался. Первый альбом, который он выдавал сам, это была музыка, не которая фольклорная композиция, есть что-то из архаичного, раннего, средневекшего, а полового, просто в средневечном стиле, аутерские композиции. От композиций по мотивам со временем отказались. Сохранилось немало памятников музыкальной истории. Главное – правильно расшифровать и преподнести современному поколению. Например, Полоски сшиток, знакомитель сборники, которые были найдены в окладе, в середине, были вкладены нотные записи. Их изнайшел Адам Мальдис в свой час, по-моему, это те топ-50-е годы были, вось аллея. Там его потребно рассчитать. Это не просто там сучасные такие нотки записанные. Говоря современным языком, это сборник популярных треков. Топ-100 того времени. Музыканты прошлого позаботились о своих последователях и оставили пространство для творчества. Там написано мелодия и бас. Тому вось… А середневечный музыка повинен импровизовать. И тому вось тебе мелодия, роби, заю, что хочешь. Если бы коллектив в точности повторял музыку в том виде, в котором ее слушали наши предки, вряд ли бы он стал настолько популярным. Мажора минорный, смешанный гукарат, выкористание стародавних аранжировок и тональностей, протяглость, ритма организации, это для сучасного слухача будет абсолютно незразумело. Как оказалось, в 21 веке средневековая музыка слишком сложна для восприятия. Нам одночась сказали, а что вы играете арабскую музыку? Это не арабская музыка. Это то, что мы зараз привыкли. Есть минор, есть мажор. Ранее минор и мажор не исновали особо. Причем не исновало стопроцентных 440 Гц в изначении нот. Эти ноты отхилялись 20, 30, 50 в кожные боки. И это для наших продков взялось полновартосными нотами. Постепенно временные рамки расширялись. Теперь в репертуаре есть песни и дохристианского периода. Их точную дату определить невозможно. Ой, Дуброва, Дуброва. Две песни, напевно, Дуброва, которая рассказывает про то, что два брата спробовали изнести святую Дуброву и спалить. Для того, чтобы на этом месте по сей жито, увы, никуда два опынулись в троне. А другая песня – это «Что и по мору», которая рассказывает про бойку на море, помеж орлом и лебедями. Вот теперь эти две песни, на мой взгляд, являются поводой мифологичных образов своих самыми старыми в нашем репертуаре. Мария вспоминает, когда пришла в группу, ей за месяц нужно было выучить около 60 песен. Но до этого она ходила почти на все концерты коллектива. Это и помогло. У меня навык с 2004 года застались аутографы. И до этого часа я их так заховываю. О, ну прикольно, то и ж было. Все участники с появлением в группе расширяли свой музыкальный кругозор, осваивали новые инструменты. До гурта «Старольца» я играл на гитары, на классичной. У гурте я почал играть на лютне и на цыстре играю. Ну, в некоторых альбомах я еще играл на лиры, вот, и навод на барабанах. В каждом концерте задействовано около 10 инструментов. Самое гучное и головное по меркованию наших барабанщиков, так докладно, это барабаны. У нас их шмат, двухбоковый великий том маршевый. ГТ-барабаны, изробленные немецким майстром для нас. Предмет особой гордости – дуды. Они же белорусские валынки. Как прототипы дудов – жалейки. Вот, а не жалейки. Мы гоноримся нашими жалейками. В том, что жалейки – не звычайные народные кларнетики, на которых играют народные коллективы у нас белорусские зараз. А мы реконструировали именно в стародавний выгляд этого инструмента по стародавних гравюрах, выявах, по выявах о радзивилловском летописи так само. Если бы не скрупулезный подход музыкантов старой Ольса, мы бы так и не узнали, как выглядят белорусские жалейки того времени. Все музыкальные инструменты группы практически в точности соответствуют той эпохе. Лиры были диатоничными. Был один шерох клавиша. Это значит, что тут только диатоника. Если вы поравнете с фортепиано, то только белые клавиши. Если вы увидите два шероха клавиши – это несоправданный лирник. Это сучасный. Совет начинающим музыкантам. Обратите внимание на гусли. Моцней крышечку. Та-да-да-да-дам. Указальным лепше. Та-да-да-да-да-дам. Ну, все, уже ухудшится. Некольки занятковые. Можете играть в свои первшие песни. То есть следующий шаг можно подбирать Deep Apple? Ну, что за угодно. Можно Beatles. А можно и песня-рок. Молодость моя белорусская. Песня партизан. Хвой и ды туман. Исполнение золотых хитов 20 века на старинных инструментах поначалу просто эксперимент. Первый трек – кавер на металлику. И сразу огромное количество просмотров. Попробовали сделать еще несколько. Их услышали даже за океаном. И она просто так выстрелила. Была великая колька спорлядов. Вот и просто люди стали писать. И в шмат листов приходило комментировать, где набыть альбом. И так это все хочется. И коли вы будете в США. Как часто бывает в подобных случаях, все сошлось. Американский менеджер постучался сам с предложением сделать гастроли в Штатах. Запись у пластинки была сложнее. Не близка средневековым рыцарям идея краудфандинга. Это было непросто. Потому что не все на той час разумели, что такое краудфандинг. Да и в принципе сейчас ситуация уже у нас лепш. Але многие думают, что это ж некое же братство. Что это мы с шапкой будем стоять, просить там на альбом. Я с этим была знакомая. Я скажу, что это вельми тяжкая праця. Потому что люди не думают, что просто ты выставил проект и говоришь, что там тебе посыпались, а ты больше замерз. Нет, это просто мозоли на пальцах. Потому что ты джен и ночь, у тебя есть 30 джен. Усилия были потрачены не зря. Первые две тысячи долларов за два дня кампании. Итоговая сумма почти 30 тысяч. В Америке музыканты провели полтора месяца. Выступали и на фестивалях, и на гламурных вечеринках около бассейна. Там проходит вельми давно уже по всех штатах. Такие фестивали называются фестивали, ну, ренессансные фестивали. А у них свое некое уявление об ренессансе в США. Ну, у них ренессанса не было, можно сказать. К тому, там можно расустроить и пиратов Карибского моря, рыцаров там мало. Когда мы приехали и заиграли там первые концерты, они сказали, вау, у першиню за 10 год до нас приехал в Урс со стародавними инструментами. Но в какой-то момент такая популярность перестала радовать. Потом нас стали запрошать просто на корпоративные выступы. Часом бывает запрошают только с кавером. А вас это обижает, когда только кавер-версия? Такая подвоенная ситуация. Утрава иметь меру и диспаниция, потому что некоторые слухают только кавер и думают, что мы как-то кавер-бэн. Следующим альбомом постарались разрушить этот имидж. Вода, хмели, солод записан в традиционной для группы стилистики. Правда, музыкальные критики, помню их путешествия по штатам, написали. Если бы Голливуд снимал кино про Великое княжество Литовское, так бы все и выглядело. Эффект присутствия действительно есть. Старый Ольса – желанные гости на всех исторических фестивалях. Старый Ольса! Старый Ольса! Старый Ольса! Есть фестивали, где мы играем 34 выступы на день. И мы завсюду робим разные программы, не полтораем. Недавно у нас была поездка в Сербию на международный насосветный чемпионат по историческому середневечному бою. И мы были одни из музыков, распочинали этот чемпионат. И заканчивали, и концерты были на протягу дня. На старый мяч и весь ужин все живут! Без концертов Ольсы фесты были бы не такими яркими. А некоторых могло бы и не быть. Например, недавно прошедший в Гольшанах культурно-исторический марафон придумал Дмитрий Сосновский. Это было 11 лет тому. 10 лет тому отбылся первый фестиваль Гольшанский замок. Я говорю, радуюсь тому, что на протягу 10 лет все головные из мест и идеи этого фестиваля, которые мы вкладали. Рыцарство, стародавняя музыка, реставрация замка. Все на белорусской мове, все патриотично заховалось. А вот сами участники группы на период Средневековья и эпоху рыцарства смотрят прозаично и уж точно без лишнего романтизма. У меня нема такого, что рыцарь это были такие люди, не знаю, какие им допомогали. Все-таки у средневекших это были люди, которые подписывались на бойки, так сказать, как зарабатывать гроши. 20 лет с неизменным уроковым драйвом они подробно рассказывают нам, как жили, воевали, любили, пировали средневековые предки. Сдается 20 годов этот термин, который должен тебе не пропоновать и навязать по чутье старости. А у нас в Гурте такое уражение, что молодость медника и шаленства, и ворояства становятся не меньше. Музыкальный материал не заканчивается. Исследователи предлагают все новые композиции. А старые ольсы исполняются так, что они остаются вне времени. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин